МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В первое воскресенье июля Курган Дружбы в 59-й раз стал местом встречи ветеранов в Беларуси, России и Латвии. На стыке трех государств состоялся памятный митинг с возложением венков и цветов. На этом месте, где заканчивается белорусская, начинаются российская, латвийская территории. Ежегодно в канун Дня независимости ветераны Великой Отечественной войны вспоминают своих боевых товарищей, а молодое поколение – подвиг героев своих дедов и прадедов. В нынешнем году торжественный митинг проходит в 59-й раз. И, несмотря на непогоду, поддержать традицию, которая была заложена вместе с появлением здесь Кургана Дружбы, прибыли сотни человек. Представители молодежи, ветеранов, власти нашего региона в Новополоцком. Конечно же, собираемся с праздничным настроением здесь, на этом святом месте, чтобы еще раз почтить память погибших. В нынешнем году организатором встречи выступает белорусская сторона, где и был дан старт торжественным мероприятиям. Представители российской и латвийской стороны вместе с руководителями Витебской области возложили корзину с цветами к мемориалу комсомольцам деревни Прошки и почтили память героев минутой молчания. После чего делегация отправилась к памятнику разведчице партизанского отряда Марии Пенто на российскую сторону. А вот цветы на самом Кургане Дружбы появятся чуть позже. Их доставит представитель Латвии по возвращению на родину. Ведь граница, несмотря на торжественность мероприятия, для участников закрыта. Это место для меня знаменательное, как и для всех российских и белорусских людей, и латвийских, надеюсь, тоже. Потому что в этих местах наши люди бывшего Советского Союза отдавали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины. Но если мы не будем внести молодым те заповеди, которые принесли наши отцы, а это наши отцы добивали победу, то государство не может быть собой, самим. Оно не сможет быть тем, что мы добиваемся сейчас. Сейчас это гордость за Беларусь. Это гордость за ее народ. Лично прочувствовать, каким был быт советского солдата, позволила реконструкция партизанской деревни. Здесь расположилась медсанчасть, комната связистов, кухня и даже лесная школа. Прибыл на торжественную встречу и вот такой музей-буз «Цветы Великой Победы» с выставкой. Примечательно, что нынешнее торжество сопровождала собственная символика. Оргкомитетом разработан флаг, который теперь развивается на этом священном месте рядом с символикой Беларуси и России. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. 3 июля Беларусь встретит главный государственный праздник страны – День независимости. В Новополоцкий старт торжественным мероприятием даст митинг у мемориального комплекса «Звезда», который начнется в 10 часов 30 минут в городском поселке Боровуха. В 12 часов на площади строителей состоится праздничный концерт, посвященный Дню независимости Республики Беларусь. А с 10 до 22 часов для новополочан и гостей города праздничная площадка развернется в парке культуры и отдыха. Асфальтирование, подсыпка щебнем, а также восстановление дорожного покрытия с помощью установки «Тайфун». Работы по ремонту проезжей части в Новополоцке продолжаются. В целом, за текущий период 2018 года новополоцкой спецавтобазой заасфальтировано почти 7 тысяч квадратных метров. Более 7 тысяч квадратных метров – такова общая площадь городских территорий, на которых были выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия за прошедший период 2018 года. В данный момент предприятием «Новополоцкая спецавтобаза» проводятся работы по договорам, заключенными с предприятиями и организациями города. В настоящий момент у нас заключен договор с торговым домом «Стрелец» на асфальтирование территории и ведутся работы по асфальтированию территории, прилегающей к торговому центру. По городским территориям у нас ведутся сейчас работы по асфальтированию проездов от 101-го дома улицы Молодежной, 115-го и 119-го. Также там будет производиться и подготовка к дальнейшему асфальтированию данных проездов. В арсенале ремонтников асфальтирование, подсыпка щепнем, а также восстановление дорожного покрытия с помощью установки «Тайфун». Запланирован текущий ремонт покрытия улиц микрорайона «Восточный», автодороги номер 1, а также проезда от магазина «Веста-2» до жилого дома номер 135 по улице Молодежная. Кроме того, совместно с Новополоцкой управляющей компанией прорабатывается вопрос заключения договора на проведение работ по текущему ремонту покрытия дворовых территорий. Виктория Клементьенок, Артем Табаков, Вектор ТВ Инструктаж и проверка боевой готовности. Представители всех подразделений Новополоцкой милиции выстроились на площади строителей. Здесь прошел открытый гарнизонный развод, и здесь же правоохранители подвели итоги служебной деятельности и наградили тех, кто отличился при выполнении заданий. Для проведения развода построится. Именно так начинается каждое боевое милицейское дежурство. А сегодня личный состав приветствует начальника новополоцкой милиции на главной площади города. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Проверка документов, обмундирование, знакомство с оперативной обстановкой, инструктаж. Открытый гарнизонный развод – событие довольно редкое, но именно здесь можно увидеть то, что обычно остается недоступно широкому кругу. На площади выстроились представители всех подразделений городской милиции. Конечно, в центре внимания – итоги служебной деятельности. Если говорить, не загружая цифрами, ориентировочно где-то порядка 230 преступлений, зарегистрировано по линии всех служб на сегодняшний день в городе. Порядка 115 преступлений, зарегистрировано по линии уголовного розыска. В целом, давая характеристику оперативной обстановки, хотела бы сказать, что она стабильна и подконтрольна, и присутствует положительная динамика по основным управлениям служебной деятельности. Подводя итоги, нельзя не отметить лучших. Нагрудный знак витебской милиции, специальные звания, грамотой благодарности Управления внутренних дел и Новополоцкого городского отдела внутренних дел были торжественно вручены тем, кто показал лучшие результаты и отличился в служебной деятельности. Мы гордимся своей милицией. Это не просто слова. Те показатели, которые имеет Новополоцкий отдел внутренних дел, это показатели лучшие не только витебской области, но и в Республике Беларусь. Поэтому от имени жителей города огромная благодарность за вашу службу, за ваш труд. Эта награда для меня значит результат долгой работы в органах внутренних дел, добросовестной работы, достигнуты определенные положительные результаты. Наверное, мне есть гордиться и собой, и своим коллективом, который всегда меня поддерживал. И эта награда заслуга не только моя, но и моих коллег, сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних, которые эти годы работали со мной бок о бок. А это та часть, которая оказалась наиболее увлекательной. Погоня – настоящее задержание преступника. Конечно, ситуация имитирована, но основана на реальных событиях. Кстати, здесь же для общего обозрения представлено оружие и другое милицейское оснащение, техника. И здесь же кинологическая демонстрация. Развод завершен. Отдавая честь, они строем покидают площадь и не для отдыха, а для того, чтобы снова заступить на охрану общественной безопасности. Александра Качан, Юлия Рубцова, Артем Табаков, Вектор ТВ. Медаль за третье место в международном турнире по плаванию пополнила копилку спортивных достижений сотрудников департамента охраны Новополоцка. Высокую награду в отдел привез водитель, милиционер, и, как оказалось, это не единственный результативный для молодого правоохранителя вид спорта. Эти кадры наверняка простому обывателю напоминают эпизоды с кинофильма, однако для людей в погонах это вовсе не актерская игра, а будни. Держать руку на пульсе и в любой момент проявить свои физические способности и навыки – неотъемлемая часть профессии. Это является неотъемлемой частью, и в соответствии с положением и прохождением службы, спорт и служебная деятельность – это одно целое. И наши сотрудники выступают на различных соревнованиях. В буднях хорошая физическая подготовка, естественно, необходима нашим сотрудникам. Почти всегда мы сталкиваемся и с правонарушителями, и с теми преступниками, которые иногда появляются на нашем пути. Соревнования областные, республиканские, а теперь и международные. Такая вершина покорена водителем-милиционером Департамента охраны Вячеславом Пугачевым. В соревновании по плаванию, которое в Таджикистане объединили сильнейших спортсменов из восьми стран, он вернулся с двумя медалями. Третий милиционер из Новополоцка стал на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Довольно подготовленные спортсмены, действующие, которые сейчас находятся в сборной России, Казани. А мы приехали сотрудниками. Работая в милиции, занимаюсь многоборием, служебным многоборием, в которое включают в себя плавание, стрельбу и бег. Также участвую в стрельбе отдельно из пистолета Макарова. Многоборий выполнил кандидат в мастера спорта. Всего в Новополоцком отделе Департамента охраны служат более сотни человек, для которых спорт не просто хобби. Более двух десятков из них – постоянные участники областных и республиканских соревнований, а половина участников – мастера спорта и кандидаты в мастера. Юлия Рубцова, Сергей Пальцев, Вектор ТВ. И в завершение немного спортивной информации. Чемпионат Беларуси по спортивной ходьбе прошел в Витебске. Лучших спортсменов определяли среди мужчин и женщин на дистанции 20 километров. В соревнованиях принимали участие и новополочане, воспитанники училища Олимпийского резерва. В итоге четвертого места удостоен Александр Гомелев, седьмое – у Дмитрия Величко. На этом все. Напомню, программы «Вектор ТВ» доступны для просмотра на официальном сайте Новополоцка и на ютуб-канале телерадиокомпании «Вектор». Также оперативно следить за событиями городской жизни можно и в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. По прогнозам синоптиков, во вторник, 3 июля, в Новополоцке будет пасмурная погода, дождь, гроза. Ветер южный до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью около 11 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин